Дай взятку чиновнику, друг, не скупись. За место своё он угробил всю жизнь. Он столько страдал, что не снилось тебе. По грязной, извилистой, скользкой тропе прополз. Унижался, был битым не раз и нахлебался, как тот унитаз. И плакал, друзей отправляя в тюрьму. Таков был приказ, дай же денег ему, прокомпенсируй брак по нелюбви. Карьера она такова, сыряви. Сколь задница повылезла, просто рвало, а с какой улыбкой. Аж скулы свело, галстук в скукс носил. Втёр порток. Часы заседаний сложи. Выйдет срок. Он всё отсидел, терпеливый герой. Здоровье угробил, натёр геморрой. Дай денег ему. Не жалей, не тужи. Дай денег. Дай денег. Спасибо скажи. Как брату. Как в церковь. Отдай. Улыбнись и руку лобзни. И слегка поклонись. Ты присмотрись. Сколько в этих глазах, в них горечь, потерь, сила, гордость и страх. Он дружбу. Он совесть. Он жизнь пережил. Дай взятку чиновнику. Он заслужил. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Слышу, слышу ваши аплодисменты. И со всех континентов. Слышу из Австралии, из Европы, из Америки, из Киева, из Вашингтона. Даже из Перми. Куда оно без Перми? Конечно, из Перми. Да, точно. Маша здесь, как здесь. Естественно, и даже с побережья Индийского океана. Ой, как хорошо, так и хорошо, так и хорошо. Ну, что должен вам сказать? Должен вам сказать, что сегодня... Ой, забыла одну вещь. Ну, ничего. Сегодня мой разговор и песня, которая будет звучать в формате песни 21, будет она посвящена, конечно, всем милым дамам и мужским мужчинам. Но, прежде всего, она будет посвящена предмету. Обыкновенному предмету. То есть, необыкновенному предмету. Это будет не космос, не самолет, не велосипед. Это будет гвоздь. Казалось бы, обыкновенный ржавый гвоздь. Но не такой уж он обыкновенный. В этой песне есть предыстория. Написана она в 2006 году. Тогда у нас в Петербурге гремела уплотительная застройка. И мы с Андреем Павловичем Петровым спасали очередной сквер. Вот у меня сохранилась газетка. Я ее специально еще не принес. Показать. Видите, прожженная тут. А тут мне друг, а вот здесь, писал записку. Баба, я там телефон оставил, тогда еще трубки были. Вот. А тут, видите, Андрей Павлович Петров, садовница Оля, садовник Юра. Ну и ваш покорный слуга с Беломориной, там это самое, Петрову помогал. Вот так вот я и остался с этой Беломориной в истории. А после того, как Андрей Павлович ушел, пришлось доказывать, чтобы этот сквер не убили, не застроили. Да, мне подсказывает наш администратор нашего эфира, Елена Пинчук, чтобы не застроили этот сквер. Это приблизительно с гектар. И, собственно говоря, получилось так, что... А, а Горн тогда руководила начальница, которую почему-то все называли Вальк-стакан. Почему стакан, я не знаю, она на стакан совсем была не похожа. И так вот, если брать по мне, как художник или как режиссера, мне сказали, вот тебе актриса, да, вот такая вот, такой фактуры. Вот, куда бы ты, режиссер Новицкий, ее пристроил, я бы сказал, ну, вот такая добротная, хорошая тетка, вот ее бы куда-то, там, на кухню, там, кухарка какой-нибудь типа, Васька, Тубас, дров не си, и то, что такое. Вот такая хорошая, это чисто по образу, но кто-то ее назначил руководителем культурной столицы города Санкт-Петербурга. Так вот, я ее никогда не называл Вальк-стакан, никогда, вот, вот, крест святой, никогда. Я ее называл не всегда нежно, тетя Валя. Тетя Валя. Вот поэтому в этой песне, которая будет про этот гвоздь, будет фигурировать тетя Валя. А как песня зазвучала-то, сложилась? Так вот, когда Скверта мы с Петровым, то есть дерево посадили, Андрей Павлович Петров ушел. Вот, и возникла проблема, как было отстоять, и тогда, тогда еще нас за людей считали, еще Конституция Российской Федерации каким-то образом работала, и тогда этот преемник, преемник, я вижу Болгарию, я вижу, увидел глаз, а это самое, преемник-то наш достиживал, казалось, последних два года, то есть 2006 год. Вот, вот, если бы по закону, по закону, по совести, по чести, да, вот, и он досижу второй год. И тогда я был в кабинете у главы, главы Петроградской стороны, у господина Делюкина. И сижу, и, значит, в кабинете, значит, это сижу, я вот это такой, сижу в кабинете у господина Делюкина самого, и смотрю на этот кабинет. А в этом кабинете, значит, это что? Все новое, все блестит, понимаете, все блестит. Обои новые, значит, занавески новые, полы перестелены новые, мебель новая. Сам он, господин Делюкин, классный был мужик, честно говоря. Вот, вот, это котейка. Вот, так вот, и сидит этот господин Делюкин, вот, тоже как бы весь новый, хотя желтый он был, даже зеленый немножко, потому что на солнце не бывало. И думаю, есть в этом кабинете хоть чего-нибудь, ну, не нового, вот то, что историческое такое. Ведь сменится вот Делюкин, поменяют опять эту мебель, поменяют эти занавески, поменяют эти обои, эти ковры, все поменяется. Черниницы, ручки, бумаги, все поменяется. Я стал смотреть по сторонам, чего же в этом, постоянного в кабинете-то этом, и нашел. В этом кабинете постоянное было что? Тот самый переходящий, котейка, это не тебе, ну, понюхай. О, котейка, переходящий гвоздь, на котором висел портрет, там, дяди Вали, дяди Володи. А до этого, там, например, висел какой-нибудь Ельцин, Брежнев, Горбачев, там, до этого Сталин какой-нибудь, Хрущев, и даже Екатерина Елизаветова. То есть гвоздик, который не менялся, он ржавел, но он не менялся. Остальное все менялось. И вот этому гвоздю, этому гвоздю я в 2006 году посвятил песню, которую сейчас вам с удовольствием спою. Потому что если я сейчас ее вам не спою, то, пожалуй, я ее никогда не спою. Вот, и она пропадет. Конечно, кое-что я угадал тогда исторически, чего-то не угадал. Ну, вы сами сейчас об этом посудите. Все нормально, меня слышно, видно. Оставляйте свои эти следы в комментах, чтобы было понятно, смотрели вы меня или нет. Я просто гвоздь. Обычный гвоздь. Но в кабинете, этом точно, я хозяин, на ней гость. Глава страны повис на мне. На нем страна висит. Выходит, что опора я стране векам назло. Я здесь торчу. Вот повезло. И, наконец, я с тетей Валию вручу. И это мой. Не первый грех. Екатерина, Лизавета. Не припомню, как ты всех чуть заржавел. Но все торчу. И кто притронется ко мне, Любого я озолочу. Я работяка. Честный гвоздь. На нас все держится. И тот же гвоздь. Она земная ось. Ушел генсек. Ушел генсек. Ушли цари. Ушли цари. Короток век. У руководства. Это что не говорим. А я торчу. Судьбе назло. В злоченой раме. Принесли мне чье-то новое. Мурлок. Ах, президент. Твой срок так мал. Тебя ж отцепят от меня. И унесут сырой подвал. А я с другим. Или с другой. Займусь хозяйством. Производством. Управлением страной. И вот тогда-то Ты поймешь Насколько был ты нам полезен И приятен, и хорош. Когда придет Конец войне Как надоел Ты мне Стране А также Собственной Жене Вот так. Спасибо за лайки. Я вижу, что вы смотрите. И вам даже каким-то образом это понравилось. Вот. Где ты с женой? Ведь я тогда угадал. Тогда намеков не было. На какие-то разводы, переразводы. Смешные идут. Здорово. Хорошая штука. Рея Кельман смотрит. Макс Ермачков. Марина Кольчукова. Саша Ая жив. Слава Балясников. Машу я забыл поздравить. Ну, я думаю, что Маша это самое. Так. И Дея Ермачкова тоже не поздравил. Я поздравляю всех с Новым годом. И Лена Протникова. Пророчество. Да, пророчество было. Вот. Было такое пророчество. Ну, а вот конец войне, друзья. И Региновка и Веки до Фейсбука. Не может быть. Вот. Спасибо, друзья, за то, что были с нами. Если бы не вы, я бы эту песню никогда бы и не спел. И эту историю бы вам не рассказал. Вот. Продолжаем лететь на чудесной планете. Спасибо Елене Пинчук. За наш замечательный эфир. За техническую поддержку. Правда хорошо? Спасибо вам за моральную поддержку. За моральную. За лайки, сердечки, перепосты. За то, что вы есть, будете. И мы будем еще вместе чего-то слушать и творить. Крепко вас всех обнимаю. До новых встреч в песне 21.00. Что-то не сказал, но в следующий раз скажу обязательно. Что-то трепаться-то, правильно? Пока. Пока, дорогие.